Готовится очередное нападение на русский союз Латвии и БАМ-ЦЛВ. Когда ты находишься определенное время уже в политике, то ты начинаешь предчувствовать и предвидеть, и предсказывать то, что будет сделано определенное нападение со стороны масс-медиа, которые будут готовить очередную разгромную статью. Это значит, что заказ они получили. С чем он связан? Он связан с тем, что с 25 января политические партии до 9 февраля будут подавать списки на участие в Евровыборах, в Европейский парламент. И вот значит, что мы на протяжении последних будущих 4 месяцев будем наблюдать, как что-то очень вонючее будут политические партии поливать друг друга, своих оппонентов. Но это вот еще раз доказывает уровень нашей латвийской политики. Но, как говорится, хочешь что-то менять, начни с себя. Ну вот, если кто-то еще не знает или просто гуляет по интернету недостоинной информацией, расставлю точки над «и», Татьяна Аркадьевна Жданок в этом году не может участвовать в Евровыборах. Почему не может? Потому что был принят закон в Латвии, что она, специально он был создан под нее, что она не сможет участвовать в этих выборах. Почему не может? Ответ очень простой. Голосование Татьяны Аркадьевны в Европарламенте. Голосование по совести и в интересах своей страны, и не участвует в этих мейнстримах, в которых участвуют другие политики из Латвии. Как пример приведу, если кто не помнит, в 2022 году Татьяна Аркадьевна Жданок, единственная из Латвии и одна из 13 политиков Европарламента, кто проголосовал против принятия санкций в отношении России, понимая, к чему это приведет. Приведет, по сути, подорожание, увеличение цены, энергии, ресурсы у нас в стране. То есть Латвия, Россия не несет от этого никаких потерь, а вот Латвия будет нести, ну, по сути, сейчас так и происходит. Еще один аргумент – это ее голосование против вооружения и поставки вооружения и денег на Украину в связи с тем, что невозможно остановить войну, вооружая одну из сторон. Должны быть другие рычаги, должны быть, если государства реально хотят остановить войну, они должны сделать все возможное. А пока они просто решили зарабатывать на самой войне и на жизнях убитых солдат и людей. И, наверное, третье еще такое было, еще до войны, Татьяна Аркадьевна выходила с плакатом убитых детей на Донбассе, и говорила, что война, вот она идет война, сделайте все возможное, чтобы ее остановить. Но никто на это не хотел обращать внимания, и охрана ее вывела. То есть вот эти как минимум три аргумента в 1922 году послужили для того, чтобы был принят данный закон, только потому, что Татьяна Аркадьевна работала и работает, и голосовала по совести. Если мы сейчас сравним то, что происходит сейчас в Латвии, то получается так, что Татьяна Аркадьевна, будучи умным и опытным политиком, и тематиком, она предсказала все то, что происходит сейчас в мире и в нашей стране. И предсказала то, как это все закончится, к чему сейчас уже начали все страны подталкивать ту же Украину. По сути, все ее предсказания, они сбылись. И то, что Латвия не должна в этом участвовать, то, что было очевидно, куда Латвию подталкивают и затаскивают, она тоже это все предсказала. Так теперь, кто же все-таки враг страны? Ну, это вопрос риторически понятный, это большая политика, какого большинства тот и правит. Факт налицо. И, наверное, по-разному можно относиться и к Русскому Союзу Латвии, и к Татьяне Аркадьевне, потому что эти масс-меди за все это время, на мой взгляд, сделали все возможное для того, чтобы оклеветать, а то, что облить грязью, просто неугодному политику, который представляет интересы своих избирателей, своих жителей. Их это всегда бесило, что люди все равно ее избирают. Как бы они там ее не поливали, чего бы они там не решали. И финансирование. Тоже многие не знают, что Русскому Союзу Латвию, например, закрыть счет. То есть, когда партии другие говорят, а нам тоже счет не открывает. Одно дело, что вам счет не открывает, это тоже, как бы, на мой взгляд, несправедливо, но у нас счет не открывает, и нам его просто закрыли. То есть, у нас есть госфинансирование, которое мы должны получать для того, чтобы активно вести свою политическую деятельность, для того, чтобы покупать рекламу, для того, чтобы оплачивать офисов, нанимать людей, для того, чтобы они работали. А нам всего этого решили. Решили только за того, чтобы очередной раз экономически на нас надавить, и чтобы мы не могли участвовать в этих выборах. Поэтому делается все возможное, чтобы партия не прошла, и партия, по сути, прекратила свое существование. Руками спецслужб, руками журналистов, руками других партий. Если немножко вернуться назад, так почему нам счет закрыли? Потому что есть предупреждение прокуратуры. Только у других партий тоже есть предупреждение от прокуратуры, но счет им не закрывают. Да, они выкидывают своих каких-то неугодных коллег, да, они делают и идут на сговор с этой властью, и у них счет не закрывают, он не есть, они получают свой год финансирования, продолжают свою работу. На счет закрыт. Это вопрос просто к тому, а кто реально оппозиционер, а кто уже давно работает со спецслужбами, и давно выполняет те приказы, которые им ставят. Вот и все, логика очень простая. Все делается только из-за денег, чтобы сохранить госпинансирование. Но на этих выборах мы все равно будем участвовать объединением БАМ и ЦЛВ. Мы создавали объединение для того, чтобы привлечь в себя еще и другие политические партии. Мы вели переговоры. Ну, партии пока у нас, и мы до сих пор открыты, у нас есть объединение, и у нас есть отличная команда. Команда опытных людей, которые пришли из бизнеса, которые пришли, и каждый работал уже, или помощником евродепутата, то есть они знают, как работает сам Европарламент, или люди пришли из частного бизнеса, или занимая какие-то должности там в банках, и в больших каких-то предприятиях. Поэтому команда у нас есть. Это Инна Дерий, Юлия Сахина, Норманд, я тоже сам буду участвовать, и Лена Осипа, и Екатерина Стехновская из Далгопоса. То есть у нас отличная команда, и мы будем продолжать работу своего евродепутата. У нас есть свои идеалы, у нас есть свои принципы. Мы не легли, и не будем подстилками подойти к этой системе, будем продолжать, несмотря на все усилия, нас уничтожить, продолжать свою работу. Это просто жизненно необходимо, на мой взгляд, и это просто показывает то, что мы просто всеми силами не должны допустить, в том числе на европейском уровне, чтобы Латвию затянули. Не дай бог войну, и чтоб на нашу территорию пришла война. Не дай бог. Вот это, наверное, самое главное. Но для этого нужно вести разумную политику, разумную политику, не подставляться, не провоцировать и голосовать в первую очередь в интересах своей страны.